Музыка Музыка Это чудесный язык, на котором Бог говорит с нами. Апсалмы и гимны – это эффективный инструмент, благодаря которому мир слышит весть о Христе. Сегодня церковь приумножает музыкальное наследие, и слово, воплощенное в музыке, может зазвучать с новой силой. Сборник «Источник хвалы» – это почти 4 года непрерывной работы церковных музыкантов и богословов. Более 50 авторов, композиторов, поэтов и переводчиков – это тексты, прошедшие тщательную богословскую экспертизу. И это тысячи нотных страниц, которые были прослушаны, пропеты, просмотрены. Мы верим, что сборник «Источник хвалы» – это удивительное благословение для Церкви. Потому что живая церковь – это всегда поющая церковь. Сын Иисус, слышит вас Бога, Он может сердце прозвучать, А дам приятного Бога, И безвестный Бога, Этот сборник уникален тем, что он будет отвечать потребностям нашей Церкви в широком смысле для всех возрастов. Так стремительно меняются вкусы, так стремительно меняются поколения в Церкви. И хотелось бы, чтобы каждое поколение пело то, что по душе, то, что отвечает их вкусам, характеру, каким-то настроениям. Воспойте песню новую. Я ее буквально воспринимаю. То есть всегда все новое. Если оно отвечает каким-то требованиям церковным, оно должно приветствоваться Церкви. И уже сочинено много новых гимнов, которые хочется сделать общедоступными для всех, для всей Церкви. Уникальность этого сборника в том, что в него вошли гимны, которые поются во всем мире, христианские гимны. Там сочетаются разные стили, разные жанры. И хоровая, и для общего пения, и молодежная, и детская – все в этом сборнике есть. Да, и мы помним те гимны, которые пели наши отцы, деды. Мы постарались вот вспомнить эти гимны и как-то восстановить их. Вошли такие гимны, которые вот из рукописных, из рукописных тетрадей наших родителей. И мне кажется, они через время могут стать очень актуальны, эти песни. В этом сборнике будет что новое, там будет индексация на каждый гимн, там будет индекс библейский. Поэтому я думаю, что каждый пользователь найдет для себя что-то интересное. Мне очень приятно сегодня держать в руках новый сборник духовных песнопений «Источник хвалы». Это третий сборник, изданный на территории бывшего Советского Союза. Первый был издан около ста лет назад и назывался «Псалмы Сиона». Второй сборник в конце прошлого столетия, и это были гимны надежды. И вот сегодня церковная музыкальная сокровищница пополняется еще одним сборником духовных песнопений. Гимны, которые отражают суть нашей веры, наше ожидание скорого пришествия нашего Господа. Хочу пожелать, чтобы каждый, кто откроет этот сборник новых песнопений, открыл бы для себя действительно источник хвалы. «Будем славить Господа, будем петь Ему, Он достоин, Он наш Спаситель, Он скоро грядет». Дорогие друзья! Я приветствую вас на презентации сборника духовных гимнов «Источник хвалы» на территории Южной Унионной Миссии. Мы очень благодарны музыкальному комитету Евразиатского дивизиона, Наталье Анатольевне Казаковой, музыкальному руководителю Евразиатского дивизиона, всем, кто участвовал в создании сборника, в написании гимнов за этот очень ценный вклад в музыкальную культуру Адвентистской Церкви. И сегодня мы официально представляем этот сборник на территории Южной Унионной Миссии. Хочу поблагодарить всех музыкантов и сотрудников Медиа-центра Южной Унионной Миссии за организацию и участие в подготовке данного события. И хочу сказать, что это было непросто нам осуществить в нынешних условиях работы на дистанции, отсутствие постоянных репетиций и не так просто собрать коллективы в это время. Поэтому большая благодарность вам всем, дорогие друзья. Хотела добавить, что к этому сборнику мы имеем очень ценное приложение «Ресурс», где вы найдете презентации, фонограммы, дополнительную информацию о сборнике и многие другие вспомогательные практические материалы. Ссылку на этот сайт вы найдете в описании под этим видео. Поэтому, друзья, очень рекомендую вам этот сборник. Берите его и активно используйте в каждой общине Южной Унионной Миссии. Хотела вместе с вами перед началом нашей программы обратиться к Господу. Отец наш Небесный, Господь наш, Бог наш, мы, дети Твои, обращаемся к Тебе и благодарим Тебя, Господи, за то время, в которое мы живем, за время благословенных возможностей. Боже, мы благодарны Тебе за этот сборник, за то, что мы имеем такое ценное средство обращения к людским сердцам через музыку и пение, дабы люди обратились к Тебе, услышали Твой зов, приглашение войти в Царствие Твое, Господи. Благослови, пожалуйста, этот сборник и его использование в наших общинах на территории Южно-Унионной Миссии. Благослови, Господи, дабы Слово Твое через музыку звучало полновластно, вдохновляюще обратиться к Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Приветствуем вас, дорогие друзья, на музыкальной программе, посвященной представлению нового сборника гимнов общего пения евроазиатского дивизиона «Источник хвалы». Сегодня будет звучать слово о музыке, песнопение, и вместе с группой прославления мы будем славить Господа в гимнах из этого сборника. Великий немецкий композитор, протестант Иоганн Себастьян Бах, завершая сочинение каждого произведения, ставил на партитуре одну и ту же надпись «Соли део глория», что означает «только Богу слава». Так пусть же вечная хвала и слава Господу будет воспеваться в каждом гимне от чистых, обращенных к Богу, сердец. Первый гимн, который мы услышим в хоровом исполнении, посвящен великому подвигу Иисуса Христа. «Страдания Он претерпел, но увидит свет и возрадуется. Знанием Своим слуга мой праведный многих оправдает и грехи их на себе понесет». «Страдания Он претерпел, но увидит свет и возрадуется». 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 Да, мы на небо забудем Тористи жизни земной Быть за спасенными путем Славит твой подвиг святой Быть за спасенными путем Славит твой подвиг святой Потом услышал я на небе громкие, словно многоголосового хора, возгласы радости. Аллилуйя! Спасение, слава и сила у Бога нашего, потому что истины и праведны суды Его. Славьте Бога нашего, все слуги Его, все от мала до велика, кто благоговеет перед Ним. И снова услышал я радостное пение многоголосного хора, мощного, как шум водопада, как грома раскады. Аллилуйя! Ибо Господь, Бог наш Вседержитель, воцарился. Возрадуемся и возликуем, воздадим Богу славу. Вместе с группой прославления воспоем Господу гимн номер один в сборнике «Источник хвалы». Божий народ воспой! Божий народ воспой! Аллилуйя, аминь! Славит Твой Царь Святой! Аллилуйя, аминь! Небо Ему пресню славу оставит Бог! Нас искупить пришел! Аллилуйя, аминь! Новый Царь Святой! Небо Ему пресню славу оставит Бог! Небо Ему пресня славу оставит Бог! Небо Ему пресня славу оставит Бог. Жизнь помнится на лет, Вечный нам длинный смех, Аллилуйя, Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Песня «Аминь» Аллилуйя, Аминь. Слава Иисусу! В чаянии грядущего торжества своего он принял крестные муки, пошел на позор и унижение. Но теперь в вас сел по правую сторону престола Божия, дабы не изнемочь вам и не пасть духом. Думайте о том, кто подвергся такому поруганию от грешников. Гимн на Голговской горе. Воспоем его вместе. Гимн на Голговской горе. Вижу старый тот крест, что и сил в обучении спыта. Гимн на Голговской горе. Гимн на Голговской горе. Воспоем его вместе. Гимн на Голговской горе. Воспоем его вместе. Гимн на Голговской горе. Воспоем его вместе. ПЕСНЯ 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 Служение Ёвляется Музыкальным руководителем Киевской конференции. Как выдающийся дирижер хора и оркестра, как композитор, аранжировщик и исполнитель духовик, Константин Лысак внес своим служением огромный вклад в созидание музыкальной культуры в церкви. Слава Богу! Пусть это служение продолжается еще многие годы. Композитор Константин Лысак взял за основу слова благословения из книги «Чисел». И создал прекрасную музыку, которая касается сердец и побуждает склониться перед Всевышним. По словам автора, в те дни, когда он писал этот гимн, его переполняло чувство благодарности Богу за величайшее благословение. В семье Константина родился сын, поэтому данное произведение – это настоящая жертва хвалы Господу. Да благословит тебя Господь! Да благословит тебя Господь! Да благословит тебя Господь! Да благословит тебя Господь! Господь! Да благословит тебя Господь! И сохранит тебя Господь! Да благословит тебя Господь! Господь! Светлыйourt15 летний халерийный халерийный мея метров, он облик! Да благословит тебя Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Трогательная музыка, положенная на прекрасный текст Священного Писания. Слава Господу! Автор следующего гимна, как и многих других известных полюбившихся гимнов, вошедших в сборник, композитор Давид Житников, наш современник. Гимн «В синем небе» написан на слова русского поэта XIX века Ивана Савича Никитина. Кротко звезд золотое сияние, в чистом поле покой и молчание, точно в храме. Стою я в тиши и в восторге молюсь от души. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Молитесь неустанно и за все благодарите. Перед тем, как будет звучать слово, обратимся к Господу в пении молитвы и поблагодарим Бога за их. За Его любовь к нам, охрану на всех путях наших, за Его прощение. Мой Иисус. Мой Иисус. Мой Иисус. Каждый мой шаг направляешь в пути. Мой Иисус. Мой Иисус. Я знаю, Ты мой счастливый мне будешь. Только с Тобой мой Иисус. Мой Иисус. Мой Иисус. Иисус назван словом, потому что именно Господь Иисус открыл нам сущность, намерение и характер Бога. До этого то откровение, которое Господь давал о себе через пророков, оно нуждалось в полноте. И именно это явил наш Господь Иисус. Его имя и Его слова, они неразделимы. Сегодня вместе с вами я хотел бы размышлять над темой «Слово сказанное» и «Слово пропетое». Конечно, здесь идет речь о той вести, которую мы несем, поклоняясь Господу на богослужениях, как на совместных богослужениях, так и в жизни нашей, потому что наша жизнь – это также служение Господу. Говоря о слове пропетом, мы понимаем, что речь идет о музыке, речь идет о песнопении. И мы все не раз убеждались в том, что песнопение на богослужении и в нашей жизни играет важную роль. Мартин Лютер однажды сказал следующее. «Музыка – это не человеческое изобретение, это дар Бога». Продолжая, он говорит, «Я ставлю ее, музыку, в один ряд с богословием». И мы солидарны с этим высказыванием. Мы, как последователи Иисуса Христа, мы, как члены Церкви Адвентистов Седьмого Дня, понимаем и осознаем, что Господь поручает нам особую миссию, а это провозглашать Вечное Евангелие накануне Второго Пришествия Иисуса Христа. И очень важно, чтобы это Евангелие мы провозглашали на основании Священного Писания, на основании Трехангельской Вести. Именно эта Весть определяет в нашей жизни то, что мы называем миссией Церкви. Так важно, чтобы мы могли понимать, что несет музыка, которая звучит в наших церквах на богослужении, что несет та музыка, которая звучит у нас на семейных богослужениях, в малых группах. Мы знаем, что музыка играет решающее значение. Она обладает способностью колоссального воздействия на человека. Мы видим, что музыка – это великая сила, ведущая либо к Богу, либо ведущая от Бога. Когда мы рассматриваем страницы Священного Писания, мы видим, что народ Божий и во дни Моисея, и во дни Иисуса Навина, Давида, Соломона и Ассофата, во дни Ездра и Нееми поклонялись Господу. И в поклонении Господу они использовали не только слово, но использовали музыку. Очень важно отметить, что в период духовного процветания и в период духовного возрождения народ Божий использовал в поклонении Господу музыку. Конечно, мы видим и другую сторону, когда царь Навуходоносор, вопреки пророчеству, вопреки пророческому сну, который открыл ему Господь, когда он установил золотого истукана на поле Диир, туда были приглашены люди знать Вавилонской империи, и были приглашены музыканты. И вот это торжественное открытие истукана, поклонение истукану, та церемония богослужения языческого, которая была тщательно подготовлена, она была не без музыки. Мы можем внимательно увидеть, какое изобилие инструментов использовалось в поклонении. И, конечно, мы можем косвенно также понимать, что на поле Усинайской горы, когда израильтяне поклонялись Тельцу, навряд ли они обходились без музыки. Увал Фигора, когда мавитяне и мадинитяне приглашали к идолопоклонству народ Божий, это служение также было привлекательным, и оно сопровождалось музыкой. Грех, он не выглядит скучным, он презентует себя в очень заманчивой, красивой, манящей обложке. Грех привлекателен. Дерево познания добра и зла и плод, который был на нем, он был очень привлекателен для нашей проматери Евы. Поэтому музыка, которую мы используем, очень важно, чтобы мы могли тщательно продумывать, к чему она ведет, возвышает ли она Господа. И, конечно, музыка, она не только ведет или имеет элемент поклонения Богу, благодарности, восхваления, она является еще элементом научения и духовного воспитания. Мы знаем, что многие сборники наши, которые используются в поклонении Господу, в них заложена весть. И эта весть, когда мы ее пропеваем, когда мы именно задумываемся над тем, о чем мы поем, это по-особенному касается нашего разума, сердца. Это мотивирует нас изменить свой образ жизни. Как важно, чтобы наш текст в песнопениях был направлен на созидание христоподобного характера и образа Божьего. Вы знаете, что в годы СССР власти по-особенному вели борьбу с религией, с верующими людьми. И наряду с Библией, другой литературой, представители власти всегда старались изымать гимны. В тот момент это были псалмы Сиона. Они понимали, что благодаря этих песнопений церковь живет. Это было непростое время. Псалмы Сиона так трудно было найти и трудно было достать. И вот моя мама, еще будучи девушкой, еще не замужем, это где-то середина 1950-х годов, по научению супруги пастора, тогда в Средней Азии был старшим проповедником Казимир Андреевич Короленко. Его супруга, сестра Екатерина, она моей еще в то время юной маме давала псалмы, которые были большой редкостью, псалмы Сиона. И моя мама приходила к ним домой и переписывала в тетрадные листки эти гимны, эти псалмы. И вот этот сборник, он сейчас перед нами, это такая для меня удивительная память и ценность. Это псалмы Сиона. Кроме псалмов Сиона, которых 525, моя мама еще несколько десятков гимнов и песен христианских вписывала в этот сборник. Интересно, что когда сестра Екатерина, супруга пастора, предложила моей маме переписывать вот эти гимны, это еще было, знаете, с чем связано, что на тот момент церковь в Душанбе была малочисленной. Церковь в Таджикистане была тогда в Гесаре, который еще назывался Ханака, и в других городках и поселках. И очень большое было искушение у молодых людей идти в кино, идти на танцы. Но именно вот эта инициатива сестры Екатерины, она удержала мою маму от того, чтобы она пошла какими-то путями поиска мирских удовольствий. И моя мама до сих пор вспоминает и благодарит Бога за это удивительное проведение. Конечно, очень важно увидеть, что в то время сборники переписывались и перепечатывались. Видите, были сборники и гимнов надежды позже, но вот когда были псалмы Сиона, не хватало, катастрофически не хватало этих гимнов. И потом еще издавали в таком виде, уже без нот, издавали сборники на пишущих машинках. И это очень важно было для поклонения народа Божьего. В этих сборниках была весть. Также давайте посмотрим, это очень редкий экземпляр псалма Сиона, который был издан еще в 1927 году. Этот сборник очень ценный. Моя мама рассказывает, что в середине 50-х годов, в начале 60-х годов, для того, чтобы где-то приобрести псалмы Сиона, люди отдавали за это такую сумму, которая равна была стоимости коровы. Вы представьте себе, какая жажда была у народа Божьего, чтобы иметь в своей семье сборник псалмов Сиона. Конечно, очень важно сегодня нам увидеть, что когда мы благословляем Господа, когда мы восхваляем Его, это мы можем делать в молитвах, это мы можем своими словами делать, но лучше, когда мы это делаем, когда мы это делаем, прославляя Его в пении. Это имеет особую силу и особое проникновение. Мы испытываем особую поддерживающую руку Божию, еще и на эмоциональном уровне, а это очень важно. И вот как обращается к нам апостол Павел в послании к Колоссянам 3 главе. «Пусть живет вас во всей своей полноте, во всей мудрости своей весть Христова. Вы же учите и наставляйте друг друга с благодарностью в сердце. Пойте Богу псалмы и гимны и духовные песнопения». Посмотрите, мы свою благодарность выразить от всего сердца можем именно в песнопениях. Обратите внимание в послании к Ефесянам 5 главе и апостол говорит «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Вы видите, что существует прямая связь между пением, восхвалением Господа и тем, что именно в этот момент Господь Духом Святым по-особенному сопровождает нас, поселяется в нашем сердце, очищает наши мысли, наши мотивы, нашу сущность. Поэтому эти рекомендации даны нам в Священном Писании. Вестница Господня Эллен Уайт говорит, «Песнопение – это одно из наиболее эффективных средств, позволяющих впечатлить сердца духовной истиной. Как часто слова священных песен касаются покаянных струн души и возрождают веру?» Также книга Откровения показывает нам реальность, которая описана в очень скромных красках. «Видел я тогда и слышал хор ангелов». Это говорится в книге Откровения в пятой главе. «Эти ангелы окружали престол. Было их тьмы тем и тысячи тысяч, и тех живых существ и старцев. Ликуя пел этот могучий хор. Достоин агнец закланный принять власть, богатство и мудрость. Ему могущество, честь, хвала и слава». Вот такие удивительные слова изливаются из сердец ангелов, небожителей и тех людей, которые ощутили в личных отношениях, кто такой Бог, кто такой Агнец, наш Спаситель, который жизнь свою отдал, чтобы искупить нас. И, конечно, вот эта красота восхваления Господа так важна. Очень важно, чтобы своим свидетельством о Господе и своими песнопениями мы привлекали внимание не к себе, а к тому, кто действительно достоин поклонения. Интересно, книга Откровения показывает корреляцию слова и музыки, показывает соответствие слова и музыки. У нас есть весть, у адвентистов седьмого дня, есть весть. Это весть полного Евангелия, вечного Евангелия, весть трехангельская. И, конечно, очень важно, чтобы то, о чем мы проповедуем, и то, о чем мы поем, были сотнесены, чтобы не было большой разницы. Посмотрите, «Песнь Моисея и Агнца» Это Откровение 15-я глава, а Откровение 14-я глава – это трехангельская весть. И вот посмотрите, как они соотносятся одна с другой. В книге Откровения «Песнь» она воспевается так. «Кто не убоится Тебя, Господи?» А в трехангельской вести говорится «Убойтесь Бога». Далее, в песне говорится «Кто не прославит имени Твоего?» И в трехангельской вести говорится «Воздайте Ему славу». В песне Моисея и Агнца говорится, что «Все народы придут и поклонятся перед Тобою, Господи». И в трехангельской вести говорится «Поклонитесь сотворившему небо и землю». В песне Моисея и Агнца говорится «Великие и чудные дела Твои, Господи!» И здесь говорится, что «Поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод». И в песне говорится «Ибо открылись суды Твои». И в трехангельской вести говорится «Ибо наступил час суда Его». Дорогие, это очень важное свидетельство. Это свидетельство показывает нам, что если в нашем песнопении не заложена вот эта весть отличительная, важная, о которой должны узнать люди, нам нужно очень серьезно увидеть, правильно ли мы выстроили свой вектор в тех песнопениях, которые мы используем на богослужении. Интересно, что ректор Южной Баптистской семинарии Альберт Моллер еще в 1996 году он с тревогой делает следующее высказывание. «Потребительское отношение к жизни, материализм, процветающий в современной культуре, вели в соблазн многих евангельских верующих. Евангельские христиане идут на нравственные компромиссы, оправдывая это правом выбирать собственный образ жизни». Истинное библейское поклонение зачастую вытесняется индустрией развлечения. Вкусы аудитории и манера исполнения становятся важнее простого и богоцентричного поклонения. Наши церкви померзки живут, померзки поклоняются, померзки поступают. Поклонение Богу зачастую превращается в человекоцентричное, развлекательное мероприятие. Это очень серьезное заявление. И это не просто какое-то локальное явление, какое-то место где-то в какой-то стране, в каком-то городе, в какой-то конкретно церкви. Эта тенденция существует повсюду. Это не обходит и адвентистские церкви, это не обходит нас стороною. Поэтому очень важно, чтобы мы могли задавать себе вопрос, кто мы? Очень важно, чтобы мы сохраняли свою адвентистскую идентичность, чтобы мы могли, выполняя миссию, принимать во внимание, что все, что мы делаем, должно нести в себе нашу адвентистскую весть, адвентистскую идентичность. Мы знаем, что на заре адвентизма наши пионеры создавали гимны. Мы знаем и говорили сегодня о псалмах Сиона, которые поддерживали и подкрепляли веру и упование на Господа на протяжении многих десятилетий. Вы знаете, что к концу 90-х годов, к началу 2000-х, мы с радостью получили еще один сборник гимны надежды, которым мы пользуемся. И слава Господу за то, что Господь делает через своих служителей в подготовке этих сборников. И теперь мы радуемся тому, что мы как церковь получили еще один сборник на территории евроазиатского дивизиона, источник хвалы. Мы имеем благословение в том, что теперь у нас есть и псалмы Сиона, и гимны надежды, и теперь источник хвалы. Особенности нового сборника. Он несет в себе отражение самобытной адвентистской культуры различных эпох. Несет в себя отражение адвентистской идентичности. Он отражает основные грани христианского духовного опыта. В этом сборнике обрели как бы вторую жизнь многие любимые псалмы из сборника псалмы Сиона. Этот сборник имеет интернациональный характер. Сюда вошли произведения многих культур адвентистского общества, адвентистской церкви. В этот сборник включены произведения современных адвентистских авторов и музыкантов. Этот сборник несет в себе здоровый баланс между прошлым, настоящим, между традицией и современностью. И что очень важно, в этом сборнике есть указатель, который позволяет увязать тот или иной гимн с библейским текстом. Это очень помогает составителям при подготовке богослужений. Пусть Господь благословит нас в поклонении Ему. Пусть Господь благословит нас в понимании, что, выполняя миссию, которую Господь на нас возложил, очень важно, чтобы мы линию нашей адвентистской идентичности могли сохранить. Чтобы богослужения, которые мы посещаем, которые мы организовываем, были наполнены этим стержнем возвеличить Господа. Чтобы мы могли присоединиться к сонму ангелов, херувимов, серафимов уже здесь на земле. Нам нужно обрести удивительную эту практику радоваться поклонению Господу. И если мы радуемся сейчас, Господь однажды пригласит нас радоваться во всю вечность, когда наступит царство славы. И сегодня вместе с ангелами, вместе со всеми небожителями скажем «Благослови душа моя, Господа. Аминь». Если любишь меня всей душой, поступай так, как я поступал. «Благослови душа моя, Господа. Аминь». Если любишь меня, следуй за мной, иди за мной всегда. Если любишь меня, помоги тем, кто болит, кто нищий, устал. Если любишь меня, дверь отвори тому, Бог, кто постучал, отвори. Все, что бы ни делал ты, делай во имя мое. И помни, что вера в меня творит чудеса, чудеса. Если любишь меня, то прости всем, кому ты простить не сумел. Потому что любовь выше оби, и смерти сильней, смерти сильней, любовь всему сильней. поступай, как я поступал. Поступай, как я поступал. Если любишь меня Вы свет мира Не может быть скрыт город На вершине горы расположенный И когда зажигают светильник Не под сосуд его ставят Но на подставку И он светит всем в доме Как свечет свой свет А не сприлюшая Озаряем все собой вокруг Наша жизнь пусть будет Приспущеню При страданий, повестей и лук Как отсветит свет в очке Людмин Пусть сияет свет в очке Наших мудрых слов Чтоб узнали люди Будет жителя И того, как мне привез любовь Как отсветит свет наш Людмин Пусть сияет свет в очке И где так Как отсветит свет наш Людмин Субтитры создавал DimaTorzok Пусть и ваш свет людям светит, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Оставайтесь же до конца бесстрашными, великим будет воздаяние за это, терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное. И ведь совсем, совсем недолго осталось ждать. Придет грядущий, не станет он медленным. Я смотрю туда, где сияет свет, твой чудесный вечный свет. Твердо верю я впереди рассвет, долгожданный рассвет. Я жду Иисус Тебя, Спаситель мой и Бог. Я смотрю вперед, верю, день придет, твой славный день придет. Я твой путь избрал, по нему пойду, я твой путь, Господь избрал. Я молюсь о том, чтобы день настал, в вашей встрече день настал. Я жду Иисус Тебя, Спаситель мой и Бог. Я смотрю вперед, верю, день придет, твой славный день придет. О, гляди Иисус скорее, молюсь и жду Тебя. Вижу день грядущий славы, быть с Тобой желаю я. Когда Ты придешь, прозвучит труба, и поднимет всех святых. И в тот славный день, как желаю я, быть среди друзей Твоих. Мы встретимся на облаках, чтоб вечно быть с Тобой. Когда Ты, Иисус, придешь со мной, в богословенье земной. О, гляди Иисус скорее, молюсь и жду Тебя. Я жду Иисус Тебя, Спаситель мой и Бог. Я смотрю вперед, верю, день придет, твой славный день придет. В Писании сказано, никто не видел, никто не слышал, и ни у кого не было в мыслях того, что приготовил Бог любящим Его. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» И когда они во время Его Вознесения продолжали пристально смотреть на небо, вдруг предстали перед ними двое в белых одеждах и сказали «Галилеяне, что стоите вы здесь и смотрите на небо?» Этот Иисус, ныне взятый от вас на небо, вернется точно таким же образом, как только что покинул вас. На земле, свершая путь свой, я живу одной мечтой, что однажды ранним утром мой Иисус придет со мной. Хоть не знаю дня и часа, не устану ожидать, даже пусть сомкну глаза я, но в надежде на Христа. Он придет, я твердо знаю, сонми ангелов святых. И надежда станет явью для Его детей земных. Выйду я Ему навстречу, преподу к ногам святым. О, мой друг, куда идешь ты и какой живешь мечтой? В мире лучшее найдешь ли, чем прожить жизнь со Христом. Жизнь свою я посвящаю для свидетельства о нем, чтобы все вокруг узнали о надежде светлой той. День пришествия Христова, день, когда своей рукой Бог отрет все наши слезы, Ударит болезни и боль, навсегда уйдет все море, Смерть наш враг навек сражен. О, как жду я этой встречи с моим Господом Христом! Ждут тот день все Божьи детей, когда явится он вновь. Мир таких не видел зрелищ, в небе ангелов тьмы тем, В сердце радости и волненье, ведь грядет сам царь царей. Звук трубы и голос Божий раздается над землей, Пробуждают в жизни снова тех, кто умер со Христом. Звук трубы и голос Божий раздается над землей, Пробуждают в жизни снова тех, кто умер со Христом. Нам пришел, сдержав славу, Будь окончен все домой! Будь окончен все домой! Будь окончен все домой! Вот идет он с облаками. Каждое око увидит его, И даже те, которые пронзили его. В страх и отчаяние повергнет все племена земные явления его. Так будет. Аминь. Я, Альфа и Омега, говорит Господь Бог, Я тот, кто есть, кто был и кто грядет, Вседержитель. Аминь. Наша программа завершается, и мы вместе с псалмопевцем приглашаем вас. Славьте Бога в Освятилище Его! Славьте Его на своде небесном, где явлена сила Его! За величие Его все превосходящее славьте! Аллилуйя! Аминь! 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 Продолжение следует...